самый стыдный момент в вашей жизни попробуйте вспомнить проживите его заново потом посмотрите на игры бритц вы поймете никто в этом мире кроме россии не может сделать настолько кринжовой истории вообще никто это абсолютно безумно правда я ничего смешнее в жизни не видел когда смотришь какой-нибудь фильм типа фильма диктатор саши барона койна где бежит диктатор и значит ряду спортсмены кто начнет обгонять его стрелять по ногам думаешь на сатира гипербола так не бывает ну никакой диктатор никакая страна я в жизни там что бы не случилось вот это все делать не будет даже северная корея такого не делала но я решила здесь всех перепрыгнуть это пожалуй единственный адекватный спортивный прыжок который был во всех игре бритц вы вряд ли следили потому что она не заметил вообще никто кроме российского бюджета и кроме тех кто любит что-то невероятно смешно потому что и комментаторы которые называют людей шмарами и а также вы можете представить там были соревнований в большом количестве которых не хватало спортсменов например один спортсмен то есть важно как долго он будет выполнять упражнение как бы что приплывет или ну сделать хорошо или плохо не важно получит золотой металли он не получил ее были были дисциплины которые давалось по два спортсмена то есть серебро и золото гарантированно а если он за россию россии весь мир поддерживает то что россия пытается уничтожить украине поддерживать на 13 украины весь мир выступает за то что владимир путин вечно правил посылал украинские города и так далее тому подобное больше хотел показать россия но показала на совсем другое наоборот показала на то что вот эта вся история с ритурика что только от нас только какие-то там англосаксы получает не стоит хороший способ проверять эти предъявления сейчас был а саммит мира в швейцарии куда приехала десятки стран и владимир зеленский окружении проблемах и решить они выражали солидарность украина не говорили что российской тоже не позволить на фактически половина была правильно будет не так давно чтобы продемонстрировать что вот я нахожусь изоляции до этого на после этого будет нам казалось что это все просто по всему что не связано прибудет политическими переговорами чем угодно еще какие фильмы продолжать смотреть россии насколько есть обмен учеными на совместные проекты предприятия совместные заказы например мы видим что армения она теперь грозится выйти с дкб и заключает военные контракт военно взаимодействия со францией и америка говорит что россия либо потерял армению либо близка к ее потери ну или я не знаю что сколько стран готовы обслуживать бизнес китайский банк например не готовы сотрудничать с российскими в том числе экспортера проблема проблема безусловно проблема гигантских что-то показывает что даже те страны которые записывают союзники друзья как дело доходит до дела не готовы не экономически взаимодействовать в дынге ровный или брик поэтому эти и любвица не просто галиле истину что на самом деле оси страной свой что она может взаимодействовать иметь такие же страны и слоями и никем другим что происходило оказание во время того как и брик это безумно смешно потому что правда как это сатиру политическое я снятая на дикторские режимы а во вторых это вот тот самый яркий маркер который показывает нам кто на самом деле прав разговоры об изоляции расселива суть проанализировали в или брикса в статьи новая европа меня там человек проследить за что там происходило это приказали брик это просить как натива лимпиаде на церкви приехали спортсмены из несуществующих стран. В некоторых дисциплинах россияне соревнуются вообще без соперников, а телекомментаторы рассуждают о генетическом превосходстве спортсменов из России. Какие были странности на этом турнире и чем он меня так размешил, обсудим с вами прямо сейчас, вы можете поддержать этот ролик вашим лайком, комментариям, подпиской на канал, все это помогает его продвигать, а также поддержать канал финансово на 3-й в описании. Итак, игры Брикс в международном календаре на самом деле существует с 16-го года и проводится каждый год. Чаще всего это было просто спортивное мероприятие на полях саммита стран участников Брикс в каком-то одном виде спорта. В 16-м году Индия провела детский турнир по футболу, в годы позже Китай разлегся в турнирах по Ушу-Таолу, комплекс Ушу-Ушу упражнений по стене. В 18-м году в ЮАР прошел турнир по женскому нетболу. После капит-паузы играли в онлайн-шахматы и устроили турнир по брейд-дансу. На этом недолгая история игр Брикс заканчивается. Россия сразу же обозначила эти игры как альтернативную. Олимпиаду решила провести турнир по программе, максимально приближенной к олимпийской. Программе сразу 27 видов спорта. Акробатический рок-керолл, бадминтон, бокс, я не буду пальцев сгибать их много, борьба на поясах, брейкинг, гребли на байдаках, экономия, бредной спорт, дзюдо, кратэ, конный спорт, курёж, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный гонбол, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, шахм художественная гимнастика, плавину видов спорта, которая названа неправильно, но тем не менее, ведь масштаб потрясает, ну, то есть, они решили провести прям настоящую атернативную олимпиаду. За две недели до открытия игр вице-премьер Дмитри Ченшенко заявил, что свои участие в них подтвердили аж 97 стран. В итоге отправьших спортсменов на соревнования особо не афишируется. Списки команды участниц на официальном сайте мероприятия, как бы 90 стран, в том числе, не признать Абхазия, Южная Сетья и Республика Сербска. Они не являются этот ненастоящие страны. Плавине команд при этом, значит, ноль участников и ноль видов спорта, которых они требуются. То есть, стоит какой-нибудь флаг какой-нибудь страны, какой-нибудь название. И, возможно, даже настоящий там такой встречается, но там не заявленных спортсменов и нет видоспорта, в которых они стремнуются. Слушайте, честно говоря, ну, вот просто, ну, как надо вот так править, это как надо стать таким важным, ну, ну, Владимир Путин же все делать из своих комплексов, ему кажется, что ничтожество, поэтому на всех прыгает, и, к сожалению, из-за этого не будут люди в большом количестве, был бы, что надо смешно, что не было так грустно. Ну, реально, вот из-за того, что он, опять же, я не против людей, просто я сам невысокого, просто у него этот комплект в комплексе. Занисковался с того, что все меня уважали на гигантский комплекс. И вот он решил, что все меня уважали, я начну создавать проблемы. Но по итогу ты стал вообще у разбитого корыта, с тобой никто не общается, ты никто не подай руки, ты должен присмокаться перед таким кинчанином. То есть, ты присмокаешься перед, вот была такая иерархия, вот самый чухан, самый, извините за такой сленг. И в итоге, когда ты решил побороться со всеми ними, хотя они что-то не делали, ты стал под чуханом. Это как вообще, это что за план такой у Путина, это что за, это что за невероятная грасмейстер, это что за невероятная доходовочка. В итоге, пожалуйста, существующие страны и существующие страны, которые никого не отправили, то все равно на своих сайтах пишут, что отправили, потому что это у тебя же алимпиада. В некоторых странах вообще возникли вопросы к спортсменам, которые участвуют в игре БРИКС. Так, Министерство образования Молдовы проводят внутреннее расследование. Оно запросило разъяснение у Федерации, которым принадлежат приехавшие в Россию, спортсмены, Ассоциации по единоборствам, Федерации Тюдо, Федерации Самбо, Федерации Художественной Гимнастики. Если в результате внутреннего расследования будет установлено, что у Федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, но эти федерации рискуют сокращением или остановкой финансирования. Международный статус игр БРИКС везде была поймана на дупинге. И еще тогда испытывала большие проблемы и с допуском спортсменов под собственным флагом, и с тем, что принимать соревнования. Но тогда российская страна под этим решением тоже подписалась и клялась и божилась мы все делать. Были ли эти игры дешевыми? Конечно же нет. На организацию игр Минфин выделил миллиард и треть еще миллиарда рублей. Власти Татарстана потратить еще 4 миллиарда рублей. Рекосты врукцию спортивных объектов к турниру, но денег все равно не хватило. При этом, ну, я за такие тратки, пожалуйста, пусть проводят лучше вот такие потешные абсолютно соревнования, чем тратить эту войну. Ты понимаешь, почему мы не показываем церемонию открытия игр БРИКС? Говорит с автором Татарстана накануне вечером, пишет автор, не знаю, в какое время выступают и выступают и завтра вообще. Так, финалы игры БРИКС синхронных прыжках с вышкой среди мужчин и женщин решено было объединить. Дело в том, что женский дуэт был заявлен в один Анна Кононыхина и Юлия Тимашинина. А в уровне турнира говорит хотя бы тот факт, что олимпийский чемпион гимнаст Никита Нагорный, который, по сути, завязался спортом, сейчас он больше увлекается руководством юной армии, признается, что готовился не больше недели. И этого хватило, чтобы легко выйти. Реабилитироваться организатором за счет приглашения в Казань сборной Беларуси, но обеспеч который, в первой момент подробно рассказывает ощущение страны, конечно, я воспринимаю свое выступление как социальную миссию, максимально, употреблять свой лиц, фото, с потерей, не испытывает дискомфорта, из небольшого числа соперника на игр брикс. Речь о нулень, я не хочу, как это возможно, слушайте, у как этого, как эти люди в пущение, у тебя такие, я, спрашивая, я вот с ревной. победил да будет правда какой-то нет я понимаю что будет достойно для кого-то есть дисциплины правда по два участника и грантировать старую статью предестал есть какая-то принца чтобы для истории протокола красиво иногда написывают несколько европейских стран представить которых и не думали вообще приезжать вот это как выгодно заголовки романтики мальцев другой другой соперник и вот как они пишут александр мальцев на правительство технической программе кентин одесса и сирий бутер простите на втором месте и дальше вот история появившимся из откуда флагами протоколов например многие гадали как вообще появился на церемонии награждения санвистов вместе с лагами я не выезжал но флаг турнир самовы если они на фамилию в грузинских спортсменах находится если протокол чего не понимаю медаль не зачет который зачем-то ведут официальный сервис и говорит главный редактор софт спортом евгений сутаренко показать что мы выиграли гонку и россия чемпионка только обесценивает победы и вы нормальный человек смотрит на таблицу думает что за первенство водокачки нашим ауле уже был аналогичный случай от 80 москве после отказа американцев негласно было решено медальный зачет не вести он ни разу не было публикован даже советском спорте логика не нивелировать ценность побед наших олимпийцев в чем красота таблицы где у ссср 8 золотых медалей оставших третьими болгар 8 жаль что сейчас это чувство сообразности не хватает заключает он татных комментаторов которые могут грамотно политически корректно комментировать происходящих казани не хватило в эти дни проходить как его по футболу поэтому лучшие силы отвлечены на главный турнир но спортивные газеты россии даже телепрограмму на день публиковали составляю из двух турниров евро и игры брикс вы это так будто это нечто сопоставимое и равновелико она возникает и здесь для комментирования соревнований по самбо был нанят нештатный сотрудник владимир ваницкий во время выступления российского самписта кирилл князькова он произнес следующий текст жених настоящий 20 лет девчонки берите на замерку хорошая пара была всякий шмар на минуту нас должна быть хорошая генетика вот и представитель русов мощнейший и после этого я и решу что я точно сделал ролик обрисов невозможно мы этого против это это как будто бы ирония это как будто какой-то метро ратиса ссылка не знают где русы против ящеров и славянскому дары залупы и сумма но это не метанратив понимаете это человек говорит абсолютно без какого-то второго дна этого человека говорит и дарусы как это как истыдно как взрослый человек это понимаете типа главная национальная спортивная приятеля вот те игры которые должны за поезд заткнуть олимпийский самый низкий завершене считается виноватым расколшую шмарами женщин с низкой социальной ответственности нашему самбисту кириллу князькову такая точно не нужна а в чем проблема нет ну просто у меня против просто шмара это оскорбление кого то есть нам шмара не нужны и может я не владею русским языком я просто хочу понять а чем страшно слово шмара но давайте вместе изучим этот вопрос если вдруг все на таком серьезе и это обсуждать объяснить дело ну во первых самая приятель жук стыдно даже на трюс и на мероприятие как принято делать вид что она важна разные вещи уместно в разном контексте например когда я здесь сижу дуку и там значит нормально личный блок он никого кроме меня не отражает не проводил здесь вообще хочу а если мы смотрим например как уничтожим но там кронацию до велика битании или например там презентность присягут демократически страны такие вот и вот то и пропадет например как он еще для понимания то там как будто комментарий которые используют оскорбление просто речь и все прочее будет довольно странно по крайней мере когда просто человек оскорбляет рандомных причин просто говорит вот есть шмары и как бы не надо их на у нас русы как это довольно странно и неуместно для спортивных соревнований то что у вас это называет никакого тоже не понятно вы и сам своего рода шмара это не хотел бы я скажу вообще никого в этом мире сравнивать с владимиром соловьем в итоге спустя 7 дней по модели сети игры спустя 7 дней сформировался итоговый медальный зачет и он стал честно говоря абсолютным вот на верши у всего этого позора который проходил потому что ну если раньше вот смотрите туда сюда и в итоге когда смотришь на медаль на счет уже все как бы там потому что написано странно количество медалей и вот понимать почему надо на 580 не было вообще не публиковали по крайней к тому газету логично потому что вот как вы не трогали зачет величайшего спортивного соревнования крупнейшей организации международный брик который должна стать нашим ответом итак первое место россия 312 медали второе место беларусь за 34 медали третье место китай 45 медалей 4 место узнекистан 38 медали 5 место иран 29 медали не спрашивает на спортсмене из кдр к сожалению не представлена вот смотрите на предприятие вопрос является россия становится не является и играть который должны быть стать огромное количество денег больше пяти миллиардов и там же давай сколько не знаем сколько кайток поэтому просто а страны быстрее статусить ну по и китай отправил там не знаю кого школе на сегодня preservation несколько разлетов и стала которых одному человеку непрофессиональные комментарии который предупреждает фарс просто поставить комедию и это все ответа 5 это все что смогла продемонстрировать россия наверное все свои мужики ас может как раньше не такие орки открывал олимпиаду помните как раньше спортсмен со всего мира съезжались в сочи для того чтобы там соревноваться педестал заполнен не только он и стал заполнить осуровать да россия тогда применяла горит такой сама себе провожу дорогу потому что полным изгоем но сам факт что когда-то что в россии где был у тебя пир по футболу помните сколько на стране когда мне приехал они рассказывали что бы на стране за умолчанию тогда уже россия установилась диктатуры безусловно сложно отрицать но врача как не по футболу он как будто был маленьком не маленькой передышкой вот во время того как поезд несся в аппарат поясняться не сняться уже была на кремом уже была захвачена оккупированная часть грузинской территории вот несется этот поезд уже были посаженные люди за свои политические позиции убиты уже был убит борис немцов но вот как будто в 2017 этот поезд сделаешь остановочку там все такие вспомнить вау можно быть не враговестной страной вау не ты мог быть не просто садистыми уродами и козлами которые просто все присуток и добряками на улице не пульска и дальше этот поезд с еще больше скорости понес его помните евро на котором россия сначала позорно проиграла на потом играл сразу несколько команд очень заказалась как гудела тогда москвы остальные города это больше не будет а камера ближайшее время точно я обращаюсь к тем кто в россии и пытается для себя понять а вот все происходящее это хорошо и плохо в действительности с колен или какую-то другую позу покCE thể WhatsApp счастья делал здесь эти школы что это рассказывает вам од哦 ell brashy ваши дети вырусту to them формовали мозги фашистка пропаганды рассказывайте synopsis оно стоит того чтобы существовать как frogsа они терпимость это на самом деле под影片 часть людей ктотересно вернуться с войны под стрелять убивать нету кажется конечно не будет оказывает свою помощь и помимо того что теперь россии сотни тысяч убийц уforain беско siege оккупанты теперь нет а пока на него-колые крупные нуровие пекции на вер перейдов ирана корея отдал детства праздника может связать когда россия отдаст ему какой-нибудь очередной кусок территории стабильность стабильно плохо это не стабильно становится хуже и конечно когда идет война и Владимир Путин убивает людей тысячами и стирает города с лица земли не Владимир Путин лично надо сказать а россияне да поэтому тоже надо держать голове что не Владимир Путин скидывает трехтонный фаб на очередной город в Липцах вот когда это все происходит говорить о каких-то играх Брикс как будто бы какая-то мелочь но из этих мелочей теперь состоит жизнь в России все отнимают все пространство свободы пространство артистов теперь все перебываются в Z бесталантные идут на вершину потому что талантливые уезжают и объявляют агентами заводят уголовные дела наверняка многие из вас там выросли на на земле кто-то пострадал с альбомом монеточки смотрел сериал с Яной Трояновой а их вот хотят сейчас тоже признать уголовниками ну это же не какие-то герои России убивающие другие герои России как Кадыров и его банда правда вот это та страна в которой вы в итоге оказались и будет становится только хуже Северная Корея пока что образцом демократии по сравнению с Россией по ходу движение этого поезда который все дальше дальше уходит в ад и поэтому когда он сейчас подскажешь на самом деле весь мир в России и просто строит новый мир порядок на самом деле России не изгой и все будет все будет вообще в шоколаде даже если вам плевать на смерть других людей знаете что вас обманывают и в этом ваша собственная жизнь тоже будет хуже знаете как в этом убедиться смотрите на педестал на котором стоит один человек да ты первый если ты один и вот сейчас Россия первая именно в этом зачете где нет других соперников потому что они просто не хотят быть с нее рядом потому что Россия это фашистская страна теперь которая ненавидит и своих граждан и пытается убить чужих и к сожалению убивает с вами был Майкл Найкей до скорых встреч всего доброго пока